Музыка Химки это самый такой рубеж, рубеж, которым никак не могли сдать, потому что за Химками Москва. 25 тысяч населения Химок участвовало во всех этих страшных сражениях. Именно здесь находится памятник, честь тех людей, которые стояли на защите нашей страны и, самое главное, нашей столицы. Дорогие друзья, День Победы это великий праздник. Это день подвига наших великих предков, отстоявших нашу Родину, нашу свободу и чистое небо над головой. Рабочие трудились в невероятно тяжелых условиях, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами, пока над их головами летали вражеские самолеты, а земля сотрясалась от взрывов. Больница номер один и библиотечный институт стали прифронтовыми госпиталями. Готовясь к наступлению немцев, химчане рыли окопы и строили оборонительные сооружения. Не только около своего города, но и у Москвы. Память о героях, защитивших Москву ценой собственной жизни, в химках установленный в реал противотанковой ежи. Он стал одним из символов вечной славы народа-победителя. 9 мая это великий праздник не только для нашей страны, но и для всех народов, которые были освобождены советскими солдатами от фашизма. В первую очередь хочу сказать огромные слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, которые ценой своей жизни, мужеством отстояли мир. Этот праздник буквально для каждого из нас. Поэтому он такой священный, такой долгожданный. И не случайно о нем говорят, что это день победы со слезами на глазах.